Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Фартуках». Что такое ЗОЖ и с чем его едят? Сегодня нам расскажет оператор линии обработки цветных металлов цеха номер 16 Сергей Соколов. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Юлия! Расскажи, с каким интересным рецептом ты к нам сегодня пришел? Да, рецепт на самом деле прост. Обычно это блюдо готовится на природе. Я готовлю его на природе, на углях, на решетке. Но так как мы сегодня немножко в других условиях... Да, но название есть все равно, сохранил гриль, рулит. Это будет съемка, поджаренная на решетке и на импровизированной. И с овощами. Будет такой вкусный, диетический. Ну это правильное питание, основа правильного питания, в принципе. Пускай будет. Рыба с овощами, мясо с овощами, не с крупами. То есть это уже первый шаг в сторону ЗОЖ. Как мы сделали с тобой. Но это не мой первый шаг. Ну а тебе мы поговорим немножко попозже. Сейчас расскажи, с чего мы начнем и чем мне нужно заняться. Сейчас, Юля, я замариную семгу. Так. Ты займешься... Надо баклажан вымочить в соленой воде, чтобы не горчил. Вот ты займешься этим. Баклажан мне нужно будет нарезать кольцами, да? Чуть-чуть под углом возьмешь. По диагонали немножко. А овальчиками будет это... По 45 градусов пойдет. Так, давай я возьму вот это блюдо себе. Ты для рыбы возьмешь, наверное, вот эту емкость, да? То есть сейчас я нарезаю, потом ты мне уже дальше скажешь. Лимон мытый? Да, лимон мы помыли. Все у нас схвачено. Все у нас стерильно. Да. Так. Потолще ее маленько. Ну вот так я имею в виду. Так, все, я занимаюсь рыбой. Мне нужна рыба. Прям как будто только что... Рыбу мы берем свежую, да? Прям как будто только что выловленную. Да, рыба свежая, конечно. Где ты узнал про это блюдо? Ты его давно готовишь или... У нас очень часто участники с дебютом приходят в нашу передачу. Нет. Не первый, не... Может, раз в десятый готовый. Но обычно... То есть ты уже опытный. Обычно это на природу, когда... Когда на природу уезжаешь... Вместо шашлыка вы делаете вот такие... Да. Интересные вещи. Да, да, да. Эти... Мне кажется, эти вещи... Потому что шашлык уже маленько все равно такой... Поднадоелый. Обыденное, да? Да, мы продолжаем. Баклажаны я нарезала. Сейчас нам нужно налить воды, да? Да. Нужно, чтобы она скрывала. Ну да. Лей. Ой. Все. Чтобы он, да, не горчил... Баклажаны вымачиваем. Сколько минут вымачивать нужно? Вот сейчас вот пока вот это все делаем, ему хватит. Так, теперь поперчим. Я что-то неправильно делаю? Получается? Нет, вроде сыплет. А вот. Угу. Мне показалось большое сопротивление. И соевый соус у нас туда нужен будет? Да. Чтобы замариновать рыбу, да, соевый соус. Только прежде мы выжмем туда немного сока лимона. Ммм. Рука жирная. Ну, поэтому я хотела тебе помочь, но ты как бы отказалась. Да. Так, дальше у нас идет. Теперь у нас соевый соус. Ну, даже всего много будет. Угу. И сметану, да? Нет. Нет, сметану не сюда подходит. Маринад для рыбки у нас готов. Угу. Так, пускай она пока с баклажанами маринуется. Так. Так, Юля, ну ты уже продолговатые овощи у нас умеешь резать. Доверяю тебе. А я займусь перцем, который ты не сильно... Хорошо. Я не очень люблю его чистить. Да. Ты прав. Что тут можно не любить, да? Все. Все просто и понятно. Угу. Слушай, ну, Сергей, все-таки не зря мы задели тему ЗОЖ, да, в самом начале нашей передачи. Я знаю, что ваша семья придерживается сыроедения, да? Нет, у нас есть такой опыт. Так. Ну, ну, как бы... Ну, тем не менее... Ну, мы как бы это... У вас определенный подход к питанию, вот это я точно знаю. Расскажи, как вы к этому пришли и почему? Пришло, конечно, через меня, в мою семью. Так. Что случилось? Были определенные проблемы со здоровьем. Так как медицина наша не предлагает никаких излечиваний, пришлось информацию искать самому. Так. Я нашел информацию, нашел причину своей болячки и... А что это была за болячка, если не секрет? Что-то желудочное или... Острый панкредит. Угу. Просто я попробовал придержаться рекомендаций, там, нескольких книг, все, и у меня просто само собой все отпало, все болячки, там, болезни, а заодно и, как сказать, сам преобразился. Ты же видела меня на фотографии? Да, кстати, да, у тебя очень хорошие результаты, ты сбросил сколько? 22 килограмма. Супер. Давай мы начнем с кабачка. Так, нам нужно помазать маслом, да. Так, Юля, у тебя кабачки готовы? Да. Давай сюда, поближе. Держи. Так, нам нужно еще блюдо для того, чтобы выкладывать туда, наверное, готовые продукты. Супрачно. Как ты быстро порезала кабачки. Да долго ли умеешь? Вот что значит набитая рука, да? Ну да. Так, Юля, можно заняться пока соусом? Хорошо, давай. Открывай сметану. Так, сметанный соус. Мне нужно выложить сюда. Выкладывай. У нас тут 200 грамм. Ложи. Я скажу, когда стоп. Клади. Клади. Получилось все. Получилось все? Мы скребаем уже, но что там осталось? Так. Слушай, ну и расскажи все-таки, вот как начался твой переход вот к более здоровому питанию? Не было ломки? Я просто... Какого-то вредненького. Нет, я просто когда попробовал, перейти на другое питание. Угу. А что ты исключил? Просто осталось, а? Что исключил? Ну вот так вот, чтобы понимать, да? Вот как вот? Ммм... Топак, это вообще не мое. Так. Мясо жирное. Жирно-жареное, соленое, наверное, да? Да. Копченое, все вот это. Не, ну, грудцы я люблю соленое. С помидорами. Не, ну все хорошо в меру, в принципе, да? Есть так-то нужно все. И соленое, и копченое, просто знать меру. Да. И все просто пока не размешиваю, надо укропши добавить. А сейчас мы все сделаем. Угу. Все, и мне понравилось просто как само ощущение. Легкости, да? Тем более я говорю, что 22 килограмма улетели как... Как быстро, кстати, у тебя пошло это снижение. У тебя резкое было? Резкое. Да? Резко поменялся. За полгода. О, за полгода 22 килограмма. На самом деле еще быстрее был, но пускай будет полгода. Угу. Слушай, ну такие вот резкие изменения не вредны для организма? Знаешь, ну, это... Сколько я уже? Четвертый год и чувствую себя замечательно. Все, а глядя на меня, так сказать, на мои результаты... Угу. Так. Ну, супруга у меня, она почти сразу со мной. И... И сестра, сестра родная. Тоже глядя на меня. Тоже скинули, да? Ну, скинуть это вообще не основная цель была. Вообще. Ну да. Вот. Так, первая партия у нас овощная готова, да или нет? Сейчас у нас все так. Еще немножечко. У нас угли маленько остыли. В соус мне что-то нужно еще добавить? Да. Чеснок, наверное, да? Действительно. Ты любишь чистить чеснок? Если не любишь, давай я почищу. Нормально я к нему отношусь. Очень положительно. Лучше, чем к перцу, да? Нет, перец я есть его люблю, но чистить я его не люблю. Сколько нам зубчиков понадобится? Ну, давай два, чтобы... Чтобы нормально. Давай поговорим о том, что все-таки... Ты новое лицо у нас в городе? Абсолютно вообще. Прям новейшее. Переехал ты буквально сколько месяцев прошло? Месяца три, наверное, да? В январе. А, в январе? Да. Вот. И откуда ты переехал? Челябинск. Челябинск. А это Челябинск. В родину суровых мужчин. Ну, расскажи, как так вышло, почему ты решил переехать сюда и как-то устроился на ВСМПУ? Я решил, что хватит мне работать на своем заводе. А что за заводом? Я выставил резюме. И мне просто позвонили, пригласили сюда на работу. Я подумал, ну, отказаться всегда можно, а вот попробовать, я решил попробовать. На каком заводе ты работал, в Челябинске? Челябинске тревопрокатный завод. И что там было? Что было не так? Не такие условия, как у нас на ВСМПУ? Там условия... Там совсем все по-другому. Да? Ну, а чем отличается, в чем хорошо здесь? Тебе здесь нравится вообще? Как у тебя впечатление от ВСМПУ, от города? Да, нормально, небольшой городок. Со своими нюансами. Угу. Ты там прямо в Челябинске жил, то есть не в каком-то... Да. Прямо в самом Челябинске. Да, да, да. Ну, и как в ВСМПУ, как зарплата прежде всего, да? То есть вот там... Ты ушел, наверное, не от хорошей жизни, не от хорошей зарплаты? Да, конечно. Ну, здесь зарплата вообще повыше, чем на нашем предприятии. Угу. Ну, и это еще не потолок, насколько я понимаю, да? То, что ты только устроился, только начинаешь. То есть у тебя есть еще возможность роста и получать еще больше. То есть это перспектива тебя, наверное, радует. Вот, еще, да, еще с перспективой роста. Да, что тоже, как бы, есть высшее образование. Угу. Юля, я думаю, нам одного зубчика хватит. Хорошо. Вот, есть высшее образование, почему бы нет? Если получится тут удачно все с карьерой, я буду только за. Ну, у тебя семья еще осталась пока в Челябинске, да? Пока, да. То есть ты, я думаю, планируешь перевести супругу и девочку. Вопрос в разработке. Лимон нам в этот соус не нужно, да? То есть он у нас остается вот такой с зеленью, с чесноком? Нет, мой лимон добавим. Добавим сюда? Да. Я думаю, ты сам это сделаешь, да? С удовольствием. Хорошо. Видишь, какие у нас красивые получаются кабачочки? Почти прям как на углях. Так, они пока пускай остывают. Так, следующие у нас пойдут, наверное, баклажаны? А пускай они пока помочатся. Пускай. Повымачиваются. А мы поджарим пока перец. Перчик тоже вкусный, когда на костре делаешь. Помидор мы жарить не будем? Нет. Он больше большой. Ну вот вообще, какова себе эта мысль, что в таком маленьком городке такое огромное предприятие? Я думаю, что местным вот ребятам, кто работает, я думаю, что повезло все-таки им, что такое географическое положение, титановое, такой титановый монополист. И как бы у людей, что то, что есть, что все равно это градообразующие предприятия, то, что у людей есть даже возможность тут работать. У нас такие заводы, конечно, не районно образующие, как бы считается. У нас, конечно, их много. Слушай, ну вот еще одну особенность, да, хочу огласить, то, что ты совсем недавно появился в городе, но уже вовсю участвуешь в мероприятиях. Это вовсю, да? Ну, я хочу сказать, что ты довольно-таки активен, да, для местных жителей, ну, вроде местных жителей. Есть такое дело. Да, ты уже успел принять участие в конкурсе в мистеру СНПО. Было дело. Каковы твои впечатления вообще от участия? Ой, здорово вообще. Я от участия одни плюсы только вижу. Я и познакомился с замечательными людьми, что с ДК, люди, что парни, кто участники. Участники, угу. Показал себя, меня послушали другие. Ну и вообще, я как бы по сцене соскучился уже. Ну да, у тебя богатое прошлое, ты выступал в квартете, да? Не такое уже и богатое, но могут есть. Но тем не менее все равно. Еще прибавить, наверное, надо, нет? Что-то у нас... Добавил? Да, вроде. Не страшно уже на максимум. Так, в квартете. Это у вас был Челябинский, да, квартет? Как он назывался? Давай расскажу по порядку. Давай. Я до семнадцатого года просто работал на заводе, никогда не вникал в общественную жизнь. Однажды на работе всем попить чай. Открыл газету корпоративную нашу местную, типа вашего новатора. Там маленькая такая статейка. В общем, набираем в вокальный коллектив мужской. Требуются люди там от 27 до 35, что ли, лет. Все, указан номер телефона. Все, я позвонил. Меня пригласили на... Кастинг? Ну, кастинг, смотр. Ага. Все, я успешно прошел два тура. Потому что было трое ребят вообще пришло. Ты до этого пел, то есть у тебя образование? Я до этого пел только так. Да, для друзей, для родственников. То есть мус-образования у тебя нет? Образование мус у меня нет. Вот. На чем я становился? Ты прошел кастинг. Прошел кастинг. Целых два. И я сразу окунулся в эту вот творческую деятельность. У нашего завода был такой же ДК, не был, а есть. Такой же ДК, как вот и ДК Агаркава. Все, и каждое мероприятие, а мероприятие там часто, в месяц, два как минимум. Каждое мероприятие, с нас там, ну, несколько выступлений. Самая большая площадка, на которую мне доводилось, это город Первый Уральск, День Металлурга, в 2018 году. Мне кажется, там был весь город. Там много тысяч людей, там просто эти фотографии потом покажу. Ну, и энергетика, наверное, мощная, да, такая отдача там была вообще. Да, ну, было здорово, конечно. Все, и когда переехал сюда, думаю, ну, как-то, как-то вроде не то. Надо соскучился, я говорю по сцене, и вот, получается, как раз конкурс. На конкурсе я все это маленько внутренне подтянул. Вспомнил, да? Да. Как цех тебя принял, 16-й? Ну, ура. Да? Да. У тебя уникальная должность? Есть еще обработчики? Или вы по смену? У меня не уникальная. У нас 5 человек. Кстати, я там, где работал, я пришел, как бы, ну, готовым специалистом, вальцовщиком. А чем занимается обработчик линий цветных металлов? Мы подготавливаем для прокатки рулоны на вакуумный отжиг. Вправим ленту. Ну, давай все его вместе. В каждой работе свои нюансы, конечно, есть. Ну, тяжелая она, нет? Как вот вообще? Изматывает? Где я был, было тяжелее. Слушай, ну, а по музыке все-таки какую любишь? Какую поешь, какую любишь? Вообще, мне нравится творчество. С недавнего времени, кстати. Может, последний год всего. Муслима Магомаева. Интересный выбор. Просто, просто, вот это голос, который можно слушать и слушать, и еще, мне кажется, буду долго слушать. Песня есть хорошая. Море вернулось, говором чаек, Песней прибоя рассвет пробудит. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. Давайте мы кулинарную передачу плавно переведем в шоу «Голос». Ну, припев там очень громко. Могут. Объективы треснуть. Ну, ты часто поешь вообще? Есть у тебя такое, что ты что-то делаешь и вот в процессе припеваешь немножко, пританцируешь? Ты же была на конкурсе мистера в СНПО. В моей визитке я говорю, что пою всегда и везде, вслух или про себя. Не судите строго, но это я. Да, кстати, ты еще сочетил классную песню про верхнюю солдую. Тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Здорово. Это, у меня ушло два дня на нее. Как бы у меня, если какой-то, если какая-то мысль есть, вот мне надо было, у меня был узкий временной промежуток, можно было что-то придумать, я думаю, выйти и просто рассказать о себе, это очень скучно. Банально, да. Это банально скучно вообще ни о чем. Потом подумал, может быть, в стихотворной форме сделать. Все, начал вроде что-то придумывать. Ну, все не то. Потом мне просто повстречалась минусовка. Я вот ее услышал, вот это вот на пианино, там, французского рэпера. И все, я когда этот минус услышал, у меня само все накидалось. Я буквально перед сном встретимся ночью. Само время для этого меня нет. За 20 минут, да, припев просто придумал. Я уже основу, как сказать, создал для себя. И все, я на следующий день после работы уже два куплета настрочил. Не знаю, как. Это оценит зритель, в общем. Как вот оно, понравилось, не понравилось. Ну, первое место я не взял в конкурсе. Ну, вот ты как зритель можешь поделиться, как вот. Да, мне очень понравилось. Это очень тематично, которое выступление сопровождалось у тебя еще слайдами, с фотографиями из твоей жизни. Ну, и рассказ был такой песенный, то есть интересный. Слушай, ну, а ты не думал когда-нибудь так вот… Было не банально, да? Ну, да, да. Не думал заниматься профессионально этим всем, прям гастролировать, зарабатывать на это? У меня нет образования, я узнавал на эту тему. То есть есть вот такие грамки, да, студенты? Ну, мне преподаватель, профессионал сказал, что все-таки надо образование, чтобы такое. И как бы пока, пока вот так. Пока остается… Пока мой основной вид продеятельности – это работаю на заводе. А уже как хобби, всегда и везде пою. Так, Юля, давай пока я жарю рыбу, ты можешь заняться оформлением уже… Блюда. Блюда, да. Так, мы возьмем… Тарелочка. Тарелку. Так, начинаем с листьев салата. Когда на природу или когда ездим в сад, тоже вот так вот выложишь. Они рвутся. И красота. Может быть, на свекольные листья положим? Это… Это в любом случае это… Так. Юля, не заморачивайся. Специально порогу еще. Нож классный. Хорошо режешь, да? Да. Мне он вообще нравится, ну, когда массивный такой. Угу. Теперь мы сюда кладем овощи, да? Ух, как ты сделала красиво. Как-то. Ну, надо немножко поправить, да? Так, на кухне должен быть один хозяин, да? Я с тобой согласна. Ну, на сегодня мы вместе. Давай положим на каждую тарелочку по три. Каждого вида. Дольки или кругляшка, как назвать? Ну. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Семгу, в принципе, ее не будем? А, ну ладно. Ее тоже сложно испортить. Эту рыбу можно есть в сыром виде практически. Это надо умудриться, да. Так, сейчас осталось сбрызнуть лимонным соком. Так. Только на рыбу, да? Мы это не будем? К рыбке вообще хорошо идет. Мне кажется, под мускумбрию тоже когда жарим подобным образом. Лимон просто дополняет, не знаю, объедение такое сразу. И причем кислости вот этой, кислоты не ощущаешь. Так, и соус у нас сверху, да, пойдет? Давай, я доверю это тебе. Спасибо. Я думаю, у тебя это получится красиво. Спасибо. Ага, то есть в одно место, не по всем этим ты будешь? Не-е-е. Нет? Не по всем. Хорошо. Можно же просто вилочкой наколоть и в соус накнуть. Очень ароматно. Очень вкусно. Так. Так, ну что, все, наше блюдо готово. Вот это самое красивое. Готово к употреблению? Наше блюдо готово к употреблению. Гриль рулит. Ну, спасибо Сергею за этот рецепт. Я напомню, что готовили мы на кухне предприятие ВСМПО Посуда. Спонсор нашей программы предприятие «Изысканный вкус». Мы желаем вам приятного аппетита и до новых встреч.